здравствуйте уважаемые зрители и подписчики и привет всем тем кто впервые здесь на этом канале добро пожаловать на канал лидер тв это итоговый выпуск за 2017 год за этот год канал хоть и не набрал 100 тысяч подписчиков как я планировал но тем не менее мы уверены идем к этой отметке я думаю 2018 году у нас все получится спасибо вам дорогие зрители что смотрите и подписывайтесь от души ух чего мы только не повидали за этот год чего мы только с вами не видели и в этой серии покажу вам топ-5 любимые сайты мошенников я не собственно обитая отрабатывают орудуют в общем подведу итоги покажу статистику и покажем топ-5 лохотронов которые были особо популярны в этом году 2017 я имею ввиду ну что готовы устраивайтесь поудобнее ёбань с плясками начинается любимые сайты мошенников с этого мы начинаем топ-5 это топ где за 2017 год больше всего развели людей сотни тысяч людей и так начнем социальная сеть instagram казалось бы все просто фотографии профили пользователей бренды товары и услуги и среди всего этого попадаются мошенники вообще изначально я терпеть ненавижу этот инстаграм поначалу вроде люди выкладывают фотографии кто что ел кто чем срал каким кремом размазал свой еблет кто в чем одет сколько стоит минет и вот как-то по накатаны помимо фотографии отдыха тупой пизды за бугром перекрытые беспонтовыми шаблонными фотофильтрами появляются рекламные профили продукты и услуги свадебные фотографы домашние частные клиники доктора который внезапно у вас обнаружат смертельные болезни и только они знают как у вас ее вылечить только платите бабло хотите себе дубленку из норки не вопрос платите за доставку пришлем вам коробку камней и бумаг вместо шубы вопрос нахуя покупать на фотохостинге шубу бля переходя по каким-то сомнительным ссылкам когда есть реальные магазины в вашем же городе вообще способов и схем отъеба точнее отъема денег у людей в инстаграме пруд пруди но чтобы не попадаться на удочку аферистов блять не проводите там никаких сделок лучше тщательно все перепроверяйте просто продолжайте публиковать свои фотографии да собирайте лайки тиша при этом свое чсв как это блять было изначально не спорю хорошие там и годные услуги есть ручные работы товары но из-за мошенников теряется в общее доверие ко всему и вся одноклассники я бы сказал семейная такая соцсеть для всех для бабушек и дедушек и для мам и пап для детей и вообще родственников казалось бы что плохого тут может произойти относительно спокойно с сети а может расскажите своими словами схемы совершения ну люди оплачивали за товар то есть за одежду денежные средства вот так вот получалось товар мне то есть не отправляли а вы где размещали объявления здравствуйте не объявления а эти сайты в интернете в одноклассниках в конторе вы одна действовали у нас подробно ну за что задержан сотрудниками полиции за мошенничество регистрировала страницы в контакте в одноклассниках продавала несуществующую одежду одежду какого плана женская мужская детская одежда когда вы занимались этой деятельностью по времени около полутора лет и сколько у вас граждан на ваши уловки повелось ну около 30-40 вы размещали от своего имени или от какого-то интернет-магазина от другого магазина вообще который не существовал эти страницы сейчас существуют да в одноклассниках как и в ВК есть группы те же магазины шмоток, вещей и электроники но увы среди всего этого добра есть и мошеннические схемы простые это плата или взносы за доставку товара после оплаты на этом вся покупка и завершается также выманивание данных банковских карт тут обычное явление вы не думайте что если с вами ничего такого не происходило то это значит все хуйня а вы не думайте а вы лучше поговорите с родными и объясните им что просто так в интернете ничего не бывает особенно бесплатно и забудьте про всякие предоплаты а банковские данные храните при себе и никому их не сообщайте все то же самое как и с одноклассниками но только мошенников еще больше просто дохуище от заливов ябнала средств на банковской карте где ваши бабки просто нагло спиздят до ставок на спорты и договорные матчи где все бабосики высосут до копейки группы с продажей товаров игровых предметов ссылки на сторонние сайты для получения бесплатных стикеров где для их получения нужно ввести логин и пароль своего аккаунта от ВК чтобы стикеры вам туда пришли только вот после ввода данных вместо стикеров вам приходит нихуя а точнее угоняет ваш аккаунт либо беспалево с вашего аккаунта рассылается спам или ведутся мошеннические действия тут надо менять пароль и думать головой бесплатные стикеры видите ли захотели халява она такая а если вы ищете и нашли способ взломать голоса я вас поздравляю вы точно лов потому что взлом голосов простой программой это нереально этого не бывает это как взломать банк через программу с одной единственной кнопочкой взломать понимаете в чем дело голоса ВК да и вообще валюта и транзакции это как бы платежно-расчетная система внутренняя валюта сервиса и ее разрабатывали далеко не дураки и не дебилы как ни странно в топ-2 попадает DROM.RU купли-продажи автомобилей за 2017 год мошенники которые там обитают развели огромное количество людей это когда мошенник путем нехитрых манипуляций в паре с социальной инженерией завладевает данными вашей банковской карточки способов отъема много типа мошенник говорит что находится в другом городе и готов нести предоплату в половину стоимости автомобиля для того чтобы никто другой машину не выкупил пока покупатель до вас добирается вы даете ему номер карты мошенник вам говорит сейчас вам переведу если у вас есть мобильный банк то для завершения перевода вам должно прийти смс с кодом который нужно сообщить покупателю и тогда предоплата придет смс конечно приходит сообщаем и все бабки с карты начинают списываться до полного опустошения на первом месте у нас авито аналог OLX что там и там за 2017 год на этих помойках мошенников каждый третий непорядочные объебывают народ не выходя из мрачной жопы ебальни чем заводят следствие в тупик полиция же ищет мошенников на воле когда тот сидит на зоне и отрабатывает мирное население разводит обычных людей принцип отъема один в один как и на дром.ру выманивание данных банковской карты с последующим хищением денежных средств за что сейчас доставлено в отдел обвиняют в мошенничестве по 159 ч. 2 что снял деньги с карточки чужой, да? да понятно, то есть единожды, да? ну в этом эпизоде да, мелкие там где тысячу рублей там полторы я не помню каким образом вы с карточки сняли деньги? через интернет схему мошенничества подробнее ну как схема правильно зашел на карточку снял деньги перевел себе снял их в наличии а как вы узнали то все это? как вы получилось? ну вот человек обратился ко мне сказал надо помочь я помог и снял деньги человека хорошо помогли помню у нас в городе случай был бабка продавала мед выставила его на авито на продажу к новому году все бы ничего но ей звонит такое разводило типа находится в другом городе готов оставить залог и все схема с смс и бабки с пижины и слил он себе около 100 тысяч рублей такие дела согласно статистике сайта министерства внутренних дел в 90 процентов случаев ведутся в основном женщины до 30 лет такие дела после 30 мозг уже по-другому начинает работать к 30 годам люди ну не все конечно уже научены на собственных ошибках ну и бабушки конечно доверчивые простые ведутся а кто им что скажет? кто их предупредит? вот так и живем с данной категории я надеюсь вам теперь все понятно да? отлично! давайте теперь разберем топ 5 мошеннических лохотрон проектов не просто мошеннических лохотрон проектов а именно те которые запрещены законами российской федерации какие наиболее распространенные проекты были с 2017 год где больше всего людей слили свое бабло? открываем топ проектов лохотронов с сайтов воронок сайты воронки как правило на таком сайте наверху имеется обязательно видео о том что вы будете зарабатывать ни хуя не делая будете зарабатывать миллионы рублей и просто сидя на жопе весь сайт расписан о том что вам нужно сделать всего один шаг и вы богач постоянные призывы к действию пойти и начать загребать бабло на сайте обязательно имеется блок с фейковыми отзывами что распространяют эти сайты воронки в основном говнокурсы их надо покупать и стоят они всего ничего от 200 до 1000 рублей и более что в этих курсах? да ни хера в них нет никакой цены и полезной информации и на протяжении уже многих лет из-за такого явления весь инфобизнес в интернете полностью убит и похоронен также эти сайты воронки помимо говнокурсов продаваемых на глопорте распространяют ссылку на мошеннические сайты а способов развести вас на таких сайтах огромное количество обычно для того чтобы вывести миллион вам понадобится платить некий процент или комиссию всего ничего 250 рублей вот так за один месяц примерно 1000 человек попадается интересная сумма выходит в итоге рулетки с открытием кейсов рулетки вращалки цистелки перделки плати бабло крути колесо открывай кейсы уважаемый лох все красочно и красиво и одна и та же контора клепает эти рулетки с открытием кейсов один за другим а сколько же блогеров топ и не топ блогеров разрекламировали данный вид лохотрона короче типичный лохотрон нацеленный ободрать вас как липку вытрясти все до копейки если смешать азарт плюс деньги то по итогу мы получим 0 в кармане проверено друзья в большинстве таких рулеток вывод средств не работает точнее он есть но выплаты вы не ждите даже если вы подкрутили себе шансы на выигрыш все это конечно залупа ебаная для того чтобы зарабатывать на бинарных опционах торгуя валютными парами этому надо учиться годами от одного года а то и два что я сказал пошел нахуй да да пошел ты нахуй тот кто мне постоянно втирает блять о том что вот этому надо постоянно учиться годами чтобы стать охуевшим трейдером вы из-за века не выучите и не совладаете с рандомом за какими бы вы новостями не следили бинарные опционы это лохотрон нового поколения ребят все говно прям я вам должен сказать опционы букмекерские конторы казино вас хотят на е** просто если вы видите рекламу опционов вы все про е** и я буду сравнивать это с казино имея всего две кнопки вверх или вниз включу технический анализ для красоты и буду загребать бабло бред ебаны но на самом деле тут можно хорошо заработать и целые состояния даже рецепт прост заводим канал создаем группу с сигналами торгуем записываем видео рассказываем про торговлю делаем конечно же вклад чтобы было что снимать а под видео делаем реферальную ссылку и ссылку на закрытую группу с сигналами условия вступления простые регистрируйся по рефералке и вас тогда впустят в группу в закрытую смотри сигналы которые нихуя не работают потому что у вас руки из жопы и интернет лагает трейдер лупит бабло с рефералов не важно как пополняет он там депозит или сливает депозит вот как то так оно все работает поднял бабла нет просто схавал говна а как поднять бабла чтоб полетели ебала заебавшая всех тема если честно это казино оно повсюду оно везде на таррентах в фильмах в тренде ютуба везде где только можно оно рекламируется и впивается в уши казино в россии запрещены законом как настоящие реальные которые стоят там день в подполье так и онлайн онлайн казино в россии полнейший сука лохотрон пожалуйста не ведитесь ни на какие казино вот любое казино оно не нормально любое онлайн казино у нас в россии запрещены поэтому ребята пожалуйста не ведитесь ни на какие казино ни на какие ставки ни на букмекерские конторы ребята вам основное в интернете нужно запомнить если вы пришли и хотите заработать с помощью казино как например некоторые блогеры рассказывают вы должны помнить одно вас в любом случае вас отымеют Казино Вулкан Пукан, слот машины, Азино 777. Все, все это лохотрон. Это все создано, чтобы высасывать у вас бабло. И высасывается оно ежедневно, тоннами. Нет ничего святого в этих онлайн казино. Все программное обеспечение настроено на отъем бабла у россиян. У народа и так денег нету, работает на двух работах, кормить надо семью и самому что-то поесть. От отчаяния, насмотревшись рекламы о том, что все легко и просто, можно поднять бабла, играйте там, но не заигрывайтесь, идет человек вливать в казино с надеждой сорвать куш. Ну, увы и ах, в кармане ветер. И в случае потери бабла вам никто не поможет. Ни суды, ни полиция. Казино запрещены законом Российской Федерации. А вы куда лезли-то, блядь? Казиношники вливают кучу бабла, скупая агрессивную рекламу повсюду. Скупают блогеров, скупают и содержат, а то и вовсе владеют студиями перевода и озвучивания фильмов и сериалов. И то, те пиратские студии и конкуренты порой между собой-то договориться не могут. Битва пиратов, блядь. Воюют между собой все из-за того, что перехватывают целевую аудиторию. То, что, ну, фильм там, первее выпустили и все. Перехватывают целевую аудиторию зрителей, которые смотрят те фильмы, в которых нет рекламы казино. Или рекламируются другие конкурирующие казино. Подробности, кстати, посмотрите на канале Телек. Там тема войны студии озвучки достаточно хорошо развернута, где замешано казино «Три топора». Ссылку найдешь в описании. Студия Кошара начала терроризировать своих конкурентов, писать им угрозы, искать людей, которые за деньги найдут Алексея и его ребят и набьют им морду. Ёбаный рот этого казино, блядь. Я категорически против российского казино. Российское онлайн-казино полная хуета. Оно нацелено собрать с вас все до копейки. И так у честных людей денег нет, а они все высасывают и высасывают. Это непорядочно. Надо бороться с этими казино. Не знаю, а где хакеры? Где ДДОС-атаки? Почему никто не взламывает этих мудаков? Где методы воздействия на этих бандитов? Эй, Роскомнадзор, не спим. Сделайте хоть что-то полезное. Заебали. Азина три топора. Азина три хуя в жопе. Первое место. Хайпы и экономические игры. На первом месте хайп-проекты. Это финансовые пирамиды. Мы неоднократно на нашем проекте разбирали тему хайпов. Суть хайпа проста. Вливаем депозиты. После отработки срока депозита выводим приумноженные средства. Поначалу, да, вывести-то мы можем вывести. Но хайп-индустрия не совсем простая. Риски огромные. Есть несколько видов хайп-проектов. Долгосрочники, среднесрочники и самые рискованные фаст-хайпы. Это как игра в рулетку повезет-не повезет. Как только резерв хайп-проекта надуется до огромных размеров, админ принимает решение скамить проект. То есть прекращает выплаты. Те, кто вливал депозит, попросту не может его весь вывести оттуда. А в период скама, не знающий в Баратины, какое-то время туда еще заходят и продолжают вливать бабки. Но тщетно. Админ все заберет себе. И откроет новый хайп-проект. И так вот по кругу. Все хайпы это финансовые пирамиды, прикрытые легенды, которые вообще ничего не значат. Финансовые пирамиды запрещены законом. Если вы на них потеряли деньги, вам никто не поможет. Никакая полиция. Сами виноваты. Есть и те, кто зарабатывает на хайпах. Ну, это админа надо знать и рисковать. И знать, где свежачок. Лидер ТВ негативно относится к хайпам. Этих проектов в интернете как говна за баней. Повсюду. А от слова инвестиционный проект уже тошнит. Никакое это не инвестиционное. А вот псевдоинвестиционный, да. Так же, как экономические игры с выводом средств, где нужно приводить рефералов, чтобы самому хоть что-то вывести, пока не забанили. А может и не забанили. Даже если есть какие-то лицензии, документы, ну, блять, обернись и посмотри, в какой мире мы живем, блять. Все эти документы подложены. Все это можно сфальсифицировать на фиктивные лица и организации. Все это делается, все это мутится. И, конечно, и счета на офшорах хранятся, чтобы избежать налогообложения. А следы тщательно заметаются. Вот такие дела, друзья. Чего только не появилось за этот год. Даже скрытый браузерный майнинг, который майнит криптовалюту беспалево в вашем браузере, пока вы там смотрите фильмчик на каком-нибудь онлайн кинотеатре. А что придумают в 2018-м? Страшно представить. Топ на самом деле мог быть и больше, но лучше сделать кратко, емко и понятно. Да и утомлять вас сильно как-то не хочется. Впереди еще много работы. Все разберем и разъебем. В пух и прах, блять. Вот такие простые два топ-5 ебучей хуеты в интернете. Ну, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Отличные слова. Я очень рад, что в этом году хоть как-то, хоть кого-то, ну хотя бы немножечко, уберег от обмана. Это поистине доставляет приятные ощущения. Хоть что-то полезное делаю в обществе для людей. А не просаживаю донаты в пивнушках на алкоголь, на шлюх, наркоту и оружие, блять. Вот и закончилась работа на 2017 год. Если 2017 год закончился, то следующий какой? Правильно, 2018. В 2018 году у нас ждет очень много работы. Выход новых крутых серий, качественного контента для вас, дорогие зрители. Много новых серий и новые рубрики. Оставайтесь на канале Лидер ТВ. Я всегда рад выпускать для вас видео, чтобы немножко хоть как-то скрасить серии будней. Чтобы как-то орнуть немного, поорать, посмеяться там, угарнуть, погоготать. И знаете, под предлогом того, что шоу должно продолжаться, что блогеру нужно начать уже... Да, блять, это все пиздеж. Это все пиздеж. Но ему хочется больше, больше и больше. Скатываться я, конечно же, никуда не собираюсь. Продаваться всяким хайпом казино и тоже не собираюсь. У меня огромнейшие планы на этот канал. Так что, хейтеры ебучие, хуйню мне не городите и не пишите, блять, всякую ебатню, блять. За ебатню буду банить. В общем, продаваться я никуда не собираюсь. Дорогие друзья, в 2018 году я желаю вам заработать еще больше бабла без особого труда. Жизненной энергии и бодрого, отличного настроения. А остальное приложится, дорогие мои. С Новым Годом, дорогие зрители! С новым счастьем, хорошие мои! На этом у меня все. Увидимся в 2018. Ебань с плясками продолжается.